ну что дорогие подписчики всем добро вот время суток сегодня пройдем интересный тест вот этого чудесного станочка дешевенького но связи с тем что там блоки питания дешевые самоизвышатель принципе стандартный более-менее все остальное самое самое дешевое сканаторная голова также стоит сжи 7010 только без дополнительных лучей посмотрим разница не разница отличие в чем идет единство что здесь стоит линза хорошая вот но немножко убитая можно принципе для тестов поставить плохую линзу но честно говоря я не хотел бы этого делать потому что тест провалится у нас сто процентов ладно суть теста в чем ранее с вами делал такую же табличку интересно называется нас по моему на старт нет не старт тест тест микроскоп называется вот у нас есть здесь сделано два варианта то есть сделан вариант 0 1 миллиметра и 0 2 миллиметра элементе сейчас я вам покажу их более подробно так увеличим вот такие у нас есть элементы и они нас идут размером 02 и 01 то есть большая 2 0 2 нижняя вот и сверху 1 суть в чем этого теста я сделаю копии этих элементов то есть вертикально допустим сделаем там раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-семь сделаем копии 7 копий сразу горднем судьбы в том что я каждую копию сделал под разными параметрами вот и посмотрим что вообще из этого выйдет так назначаем и синим цветом дальше контрол и зачем и красным цветом я эти все параметры вам все расскажу покажу и посмотрим под микроскопом то есть тесты я думаю самый простейший и нам он только лишь покажет возможности данного станка и насколько все критично опять же сразу скажу по личному моему мнению данный станок не надо рассчитывать как оборудование для бизнеса чтобы на нем допустим заколачивали там какие-то колоссальные там деньги либо делали колоссальное количество там гравировок да можно работать не вопрос вопрос только лишь стоит другом насколько долго вам хватит вот и все так смотрим что он там еще последний нас то есть давай это будет персиковый цвет так давайте он сразу по параметрам пробегусь чтобы у вас вопросов потом не возникало верхний черный параметр то есть 800 на 50 на 30 килогерц следующий синий 2500 на 10 мощность частота 60 килогерц вряд ли что будет заметно но надеюсь что будет заметно следующий нас идет это конечно жгучий прям вариант это 200 скорость мощность 90 процентов и частота 30 килогерц следующий зеленый 2000 скорость 15 процентов мощность 30 килогерц розовый 80 скорость 23 процента мощность и 30 процентов 30 пилогерц стоит нас так желтый 1800 скорость на 90% мощности и частота у нас идет 30 кГц и персиковый должен быть самый оптимальный вариант, это скорость 50, мощность 10%, частота 30 кГц, смотрите, какой идет небольшой у нас нюансик, по верхнему параметру, по желтому параметру, по красному и по всем остальным у нас стартиси и нтиси стоит 160 возможно на скоростях вот зеленого маркера, здесь у нас выставлено по 100 возможно здесь будет немножко сдвиг именно розжига лазера и затухания лазера, но мы это как раз с вами увидим под микроскопом и уже поймем насколько это все критично, либо не критично на данном слонке, с данными блоками питания с данным излучателем также будет важен этот эксперимент, насколько он сильно сгорит у нас по сути здесь ничего сложного нет, тест простой, тест банальный, включаем наш станочек сильно шуршит, шумит хотя и 20 ватт а шуму как от полтинника так нажимаем F1 вот такая вот манюсенькая у нас получилась с вами тестовая гравировочка нажимаем F2 ну сделал, все сделал где-то сгорел, где-то не сгорел я отмывать это все не буду сейчас посмотрим в таком виде, как оно есть то есть вот видно, что где-то пригорело, где-то не пригорело где-то там еле-еле что-то намаркировало но в целом визуально глазами практически все заметно кроме синего маркера надеюсь, что этот синий маркер нам будет видно его именно под микроскопом то есть все очень хорошо переходим к микроскопу настраиваемся и смотрим результаты так, сейчас давайте сразу, как говорится так, так, так что не хватает для полного счастья для полного счастья не хватает на эти углы ребята, заказал я камеру скоро приедет камера и будем уже все смотреть напрямую через камеру то есть без всяких извращений подстроек, настройок и все остального потому что мне эта самонюшка напрягает вся ситуация так ладно давайте, потерпите чуть-чуть я сейчас быстренько поставлю пластиночку посмотрим настроить уже и поставлю камеру буду уже по камере вам показывать все процедуры все, что там видно потому что иначе сейчас я буду долго мучиться настраиваться потому что буду долго пристреливаться так фиксируем фиксируем есть одну секунду я, чтобы глазом своим попасть так, где у нас наша гравировка наша гравировка так, смотрим сам вниз это у нас будет самый верх отлично 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 так все прям отлично видно хорошо что ставим камеру и наблюдаем весь процесс что же по итогам получилось так 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 секундочку ну я думаю нам больше не надо чем есть кратность здесь стоит с вами 160 крат микроскоп повторюсь по моему микролаб или так называется вот это как раз таки первая наша с вами гравировка на параметрах скорость 800 мощность 50 процентов частота 30 килогерц в чем нюанс этой гравировки но в целом визуально глазами видно и без микроскопа видно что все сгорело нахрен смотрим внимательно верхняя часть у нас получается составляет размер 0 2 миллиметра и исходя из этого можно сказать что здесь толщина пятна ну приблизительно приблизительно где-то 0 8 0 7 миллиметра то есть вот такой вот параметр я могу сказать что это приблизительно толщина луча смотрим это у нас 0 1 миллиметра сгорело все напрочь что здесь вообще ничего абсолютно не видно по квадратику и по кругляшку видно образование стартиси то есть кругляшок у нас получается левая нижняя . это стартиси нет фруа правая правая нижняя будет стартиси левая краски работ финишная . да правильно все вот просто видно что наплыв именно пульсация идет справа налево после микроскоп все переворачивает и надпись егор смотрите вообще не получилось потому что здесь некоторые линии просто не дописались из-за того что не хватает стартиси либо нтс ну что переход про маленькие я вообще молчу то есть маленький располосы горели переходим на нижний уровень вот именно та самая ситуация что он говорил по поводу параметра именно со скоростью 1700 даже точно до параметра 2500 на 10 процентов на 60 килогерц у нас он не зацепил никаким образом вообще нашу табличку следующий параметр отсутствует скорость 200 нет вру это обратно врус сейчас а вот так сказать скорость 200 именно скорость 200 мощность 90 процентов здесь вообще все напрочь сгорело визуально видно это без микроскопа то есть полностью все подпалены зато есть небольшой плюсик смотрите по кругляшку то есть стартиси и нтс здесь сыграли очень хорошо то есть этой скорости и настроек было достаточно чтобы вначале стартанул и там же закончила без проблем при 0,2 миллиметрах у нас прописалась вся надпись при 0,1 миллиметра надписи не прописаны вообще никаким образом ну ладно двигаемся дальше мне интересно следующие параметры это параметр зеленого маркера вот здесь как раз таки видно ту самую ситуацию параметр настроен под чистку расстояние между пульсами то есть частотный диапазон как раз таки соответствует так чтобы пульсы били практически рядом друг другом и здесь обратите внимание что именно стартиси и нтс они здесь не вытягивают то есть в данной ситуации здесь как раз таки параметра 100 по-моему там микросекунд их не хватает и луч пока только начинает разжигаться и получать такая банальная ситуация что его просто не дотягивает то есть вот даже квадратик я уже молчу про плюшок то есть смотрите справа налево шел розжиг то есть право пока он разжегся слева уже затух то есть даже пол квадратик не подписалось я уже молчу про надпись имени егор здесь она целиком и полностью сгорела то есть здесь ничего не осталось от нее и в размере получается 100 миллиметров на здесь вообще ничего практически не получилось и ничего из-за не слежится то есть все-таки на кей больших коростях не смысл либо увеличить частоты либо 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 смотрите опять же по поводу позиционирования насколько здесь все смещено то есть отрабатывается довольно-таки плоховато и по треугольнику видно что идет смещение и по зигзагу по квадратику нас идет кого-то не квадрата более кругляшок то есть такую скорость сканатор плохо отрабатывает возможно не хватает все-таки токов для отработки в данном сканаторе кругляшок также носит смазанный имя уже молчу ладно двигаемся дальше во что тема-то интересная конечно но не особо актуальная так вот здесь уже что-то интересное часы гляну параметры именно поэтому маркеру это мы двинулись карстки вниз так вниз 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 но не сейчас вам скажу настройки данного параметра это как раз у нас идет розовый маркер скорость у нас идет 80 до скорость от 80 мощность 23 процента и получается здесь у нас идет с вами частота 30 килогерц по сути это прописалось то и другое потому что принципе здесь скорость у нас небольшая но единственно опять же для такой скорости такая как такое количество частоты то есть это слишком многовато пульсации плюс мощность рассчитана все-таки на черный прожиг на черный контрастный прожиг поэтому здесь надпись наша сгорела но зато смотрите обратить внимание что здесь именно вся структура на ровненько квадратики мешочки то есть все соответствует соответствует тому что мы принципе задали с вами единственно да мы пережили здесь конечно надо было снизить мощность но ладно это не вида двигаемся дальше так это у нас параметр ух я понял что это за параметр параметр желтого маркера скорость 1800 мощность здесь в 90 процентов и частота 30 лет если вы обратили внимание здесь прошла полная бомбардировка нашей гравировки то есть я молчу что уже размер это нас идет 0 1 миллиметров все сгорело здесь что-то взорвалось как будто кратеры образовались за то есть но в реально просто бомбил станок бомбил здесь все то же самое то есть то он просто пробомбил надписи вот кругляшки квадратики треугольнички то есть это это по идее квадратика это по единстве кругляшок вот это идет вас имя я скажу следующее возможно я бы такие мелкие детальные вещи на этом бы лазере вообще-то не делал бы на большой скорости потому что возможно что здесь будет такой вот глюк глюк в этом плане что действительно станок не вытягивает ну возможно опять же говорю сразу это все зависит напрямую от блоков питания либо возможно сканатор из стареньких возможно здесь они будут какие-то там свои мнения высказывать ладно перейдем к следующему параметру вот это параметры которые задал уже непосредственно я это по моему персиковый нас идет цвет параметр идет скорость у нас идет 50 миллиметров в секунду сейчас я даже гляну чтобы вас не обманывать так смотрим да скорость 50 миллиметров в секунду мощность 10 процентов обратите внимание что в принципе отрисовалась картинка у нас и нижняя единственно непонятно почему у нас вот здесь вот на треугольнике все-таки финиш финиш гравировки такой стал страны да хотя стартиси здесь вроде бы нормально адекват и хотя опять же сейчас секундочку нет почему-то она переугольник вас прописался слева направо змейка сверху вниз прописалась получается то есть видно где стартиси идет квадратик у нас прописывался тоже слева через верх пошел потом по левой стороне вниз и направо ушел вверх и кругляшочек нас также снизу справа налево пошел вращаться то есть против часовой стрелки ну и принципе имя тоже прописалась параметры более-менее терпимы честно скажу я от его большего то сока не ожидал вот потому что вот эти по моему параметры мы с вами делали на станке g5 50 лупи они были по моему хорошо читаем и красиво все сделано было но это было в адже станок g5 50 толпи вот здесь тоже самое но здесь вот эти к ситуация с треугольничком по моему слева вот здесь пути сверху шоу вниз лазер то есть старт розжига почему-то начинался очень криво вот дальше конечно пошла более четкая прорисовка то же самое допустим здесь с треугольничком ситуациям с треугольничком идет слева направо то есть слева поднимался вверх потом через верх и ушел направо вниз принципе прописано вроде бы все чет все четко все хорошо то есть диаметрия соблюдается по квадратику все то же самое вроде без проблем по кругляшку все тоже самое четко хорошо но опять же здесь скорость очень маленькая поэтому это должно должно быть было быть нормальным по сути то мы соответственно же имя что делаем заключение так вроде дальше нас там ничего с вами не было все дальше чистенько у нас полностью делаем заключение по данному станочку то есть принципе на дешевых на как работать можно надо чисто понимать его возможности его параметры не более и надо четко понимать что данного станка все-таки есть определенные ограничения то есть нельзя рассчитывать на смог что на нем можно принципе колубасить все что хочешь в основном такая вот позиция у людей что покупают дешевый станок вот и говорят я начну там допустим там начинать начну гравитом 3-4 ножика потом они начнутом делать 20 даже 30 40 50 нужно добавить скорость потом начаться здесь надо добавлять туда мощность накручивать потом выходит на диапазон там в 300 400 ножей в день и потом станок выходит из строя потому что принципе он не рассчитан на такие как говорится нагрузки и я изначально все таком не обращаются я сразу говорю да мне надо знать точно параметры что будет делать количество как вы будете делать то есть все эти моменты надо надо знать и когда я начинаю что надо брать от 30 до 50 ватт вы начинаете задавать вопрос почему же вы же раньше говорили что там это это можно работать до работать можно на любом стаке по сути то и 20 и 30 ватт нам и 50 ватт нам даже 10 ватт можно работать ноги вопрос только лишь по вашим запросам вашим требованиям вроде бы все все что было все пролистали вот такие вот ребят дела по поводу станочка райкус 20 в самом бюджетном варианте все ребята вас лайк подписка не забывайте ставить лайки это это важно потому что я для вас снимаю видосики рассказываю более подробно про все эту тему вы элементарно даже ленитесь поставить лайк кто хочет сделать донат канала не вопрос ссылочка в описании поддержка приветствуется то есть микроскоп сейчас у нас идет анализатор газов это все куплено за деньги доната вы не думаете что там иду там пробухиваю там съедая там трачу нас величина нужно нет я попаю некоторые предметы вещи для канала все ребят всем хорошим настроением всем пока пока